Всем привет! Сегодня 5 ноября, начало месяца. Мы с Дианой оставили детей на занятиях, а сами отправились на Сухумский рынок за покупками. Конечно, время мы выбрали неподходящее. Уже было начало 5-го. Но что смогли, то купили. Магазин «Магнит» и «Кормилица» нас всегда выручают. Конечно, очень хотелось купить рыбы, но ее уже не было. Рыбный магазин был закрыт. Сейчас я покажу все, что я купила, расскажу подробно цены на все. Ну и, как всегда, начну с заморозки. Я уже много раз говорила, что к нам не привозят охлажденную курицу, только замороженную все везут с России. Поэтому приходится покупать то, что есть. Купила голень цыпленка, 160 рублей килограмм. Взяла две упаковки, потому что мои дети просто обожают кушать ножки. Я думаю, что это даже мало будет им. Печень говяжья, 155 рублей килограмм. Она уже начинает течь, надо быстрее все убирать в морозилку мне. Фарш индюшинный. Здесь 900 грамм, стоит 115 рублей. Кстати, очень вкусный, хорошенький. Первый раз я увидела, чтобы окорочка у нас продавали вот так в лотке. Обычно продают на развес, и на вкус, и на запах они мне вообще не нравятся. Но вот решила попробовать, может быть, это будет нормально. Ну, не знаю. В принципе, при осколе фирма хорошая. Посмотрим, как получится. Бедро цыпленка 145 рублей килограмм. Тоже вот один лоточек взяла. Взяла еще два цыпленка, тоже этой фирмы при осколе. 162 рубля килограмм. Раньше они стоили дороже. И купила горбушу. Тут больше килограмма. 210 рублей. Цена тоже на нее поднялась. Взяла еще фасоль, 105 рублей килограмм. Все пригодится в хозяйстве. А, кстати, горбушу я купила для того, чтобы делать роллы. Я ее засолю и буду добавлять внутрь. И для этой же цели я взяла крабовые палочки Вичи. По 65 рублей. На мой вкус, это самые вкусные, вкусные крабовые палочки. Но я, конечно, не буду утверждать, кому-то нравится одно, кому-то другое. Но для меня это просто мой фаворит. Купила к роллам тоже соевый соус. Сенсой классический, 88 рублей. Пиво 147 рублей. Тоже к роллам. Так, масло подсолнечное злато 74 рубля. Майонез калево 48 рублей. Майский чай отборный целом 38 рублей в пакетиках. Так, сразу здесь разберу, что есть, чтобы не забыть. 42 рубля горошек кормилица. И 46 рублей кукуруза. Две штучки для Максима. Он с ума сходит за нее. Очень любит. Колбаса необыкновенная. 305 рублей. Название такое прикольное. Они всегда, я когда читаю, необыкновенные прям. Сосиски ганноверские 230 рублей. А что они такие дешевые? Я даже не посмотрела. Я просто сказала ганноверские. Посмотрим, какие будут. Армянский лаваш взяла. 45 рублей. Малик у меня обожает шаурму. Но не в классическом варианте. А он любит, когда я вот смазываю сметаной, добавляю туда просто или сосиску, или колбасу, заворачиваю. И он довольный и счастливый. Вот купила ему. Сыр сулугуни колобок 255 рублей. А копченый 300 рублей. О, я сейчас только заметила. Здесь 426 грамм. И здесь 426 грамм. Прикольно вообще. Сметана. Кубанский молочник. Стоит 72 рубля. Мука. Французская штучка. 88 рублей. 2 килограмма. И моя супер находка. В магазине кормилица. Я один раз уже покупала. Я не помню, показывала или нет. Но это острый перец. Маринованный. Соленый. Он такой вкусный. Он, конечно, не очень острый. Особенно для меня. Для любителя всего такого горького. Но сойдет. Тем более цена у него 125 рублей. Я вообще считаю, что это подарок. Я сначала даже подумала, что может быть за килограмм. Спросила у продавщицы. Но она говорит, нет, это ведерко так стоит. Ну, будем кушать. Короче говоря. Сыр спагетти 290 рублей килограмм. Он, кстати, тоже напоминает по вкусу сулугуни. Но форма другая просто. Взяла еще масло гягинское 150 рублей килограмм. Это для теста на хачапуры, на пиццу. Ну, что-нибудь такое буду готовить. И взяла сыр Хохланд Кремет. И меня спрашивают постоянно, что я добавляю в роллы. Вот этот сыр. Но сейчас я взяла вот в такой упаковочке. Здесь 800 грамм. Стоит 350 рублей. Раньше он стоил 320, кажется. Не помню точно. Но дешевле был. Сейчас вот 350 рублей. Чтобы не покупать большую упаковку, взяла вот такую. Нам хватит, я думаю. Он очень вкусный. Сыр российский 300 рублей килограмм. Томатная паста 110 рублей. Один килограмм тоже тут. Так, опять-таки для роллов взяла икру Санта-Бремор. Подкопченую номер один. Стоит она 110 рублей. Она очень вкусная тоже. Как раз для роллов подойдет нам. Яйца перепелиные 55 рублей. Для детей они у меня любят маленькие яйца, как они говорят. И куриные яйца 63 рубля. Четыре упаковки взяла. Какао золотой роллык стоит 60 рублей. Так, ну давайте продолжим тему роллов. Имбирь 110 рублей за вот эту упаковочку. Вот мне очень нравится этот имбирь этой фирмы. Он очень вкусный. Сейчас покажу вам поближе. Ну тут просто и веера, и все. Так, дальше. Печенье юбилейное 28 рублей. Лещ. 180 рублей килограмм. Я мимо рыбы не могла пройти. Просто не могла, потому что свежей уже не было. Ну хоть соленую купила. Ничего страшного. Ну еще вон там горбуша есть. Нестник 80 рублей за упаковку. Здесь 250 грамм. И хлопья любятого. 60 рублей не стоит. Это детям на завтрак. Да и не только. Они просто так даже и хлопают. Кофе. Арабика. 54 рубля. Три упаковочки. Гречка. 44 рубля. Рис. Золотой покос. Это вот тоже для роллов. 37 рублей. Это круглый рис. Обычный самый. Я использую только такой. Раньше я там готовила со специального риса для суши. Но особой разницы я не увидела. И поэтому делаю вот такого. Мацони. 68 рублей. Молоко вкуснотеева. 64 рубля. И такое молоко. Веселый молочник. Стоит 105 рублей. Так. Фасоль. Вот я хотела приготовить. Из-за чего я взяла копченый сыр и фасоль. Хотела приготовить мамалыгу с фасолью и сыром. Но купила фасоль. Она 80 рублей стоит. Но забыла купить саму крупу кукурузную для мамалыги. В следующий раз возьму. Семечки купила по 60 рублей. Здесь 500 грамм. Дети очень любят их кушать. Тем более они очищенные. Мучиться не надо чистить им. А то как мы купим пачку семечек. И они начинают. Мама почистить. Мама почистить. Из-за этого беру очищенные сразу. И все нормально. Без проблем. 65 рублей. Арахис чищенный. 350 грамм здесь. И теперь моя любимая хлорка пошла в дело. Белизна стоит 35 рублей. Белизна гель стоит 87 рублей. Это мои самые любимые спутники. И на кухне, и везде. Тем более у меня кот. Так что я покупаю постоянно. Вот сейчас как раз закончилось все. И комната стоит 52 рубля. Туалетная бумага по 10 рублей. Салфетки 18 рублей. И порошок 95 рублей. А, еще же я носки купила. Но это не в магните, не в кормилице. Но там уже закрывались. Как раз я успела купить носочки. Это вот Марику взяла. А это Максиму. Вроде бы ничего не забыла. Сейчас покажу овощи. Лук 30 рублей. Капуста 35. А, картошка, кстати, тоже по 30 рублей. Сахар 170. Перец 70 рублей. Я тут, кстати, выбирала, выбирала. И в итоге взяла вон поломанный перчик. Ну, ничего. В салате куда-нибудь добавлю. Свекла 35, кажется. Нет, 30 тоже. Правильно, 30. Потому что ее взвешивали вместе с луком и с картошкой. Такая редиска по 35 рублей. Я ее очень люблю. Просто тонко нарезать с маслом и с солью. Она очень вкусно получается. Особенно с мамалыгой, которую я так и не купила. Помидоры. Вот эти я купила по 80. Да и эти, в принципе, тоже. Но сначала в одном месте вот купила. Но они не очень такие хорошие уже были. А эти вот получше, конечно. Тоже по 80 взяла. Огурцы по 90 рублей. И морковка 30 рублей. Осталась у нас зелень. Сначала я купила вот эту кинзу. Она, конечно, уже ни на что не похожа. Такая вялая. Вот эти три штучки на 10 рублей. Реган или базилик 10 рублей. Укроп тоже 10. И лук 10 рублей. А потом я уже увидела... А, нет. В этом же месте я купила петрушку. Но она нормальная, свеженькая. А потом я увидела такую хорошенькую кинзу. Взяла еще один пучочек. И цицмат. Я его обожаю. И опять-таки, кто и мамалыги? Ай. Чего в магазин? Сходим, кухим. Из-за того, что мы поздно пришли на рынок, я, конечно, много чего не купила из того, что хотела. Особенно жалею о том, что не взяла свежую рыбу. А, еще скатерть хотела купить тоже, потому что у меня тут на углу вообще дырка. Некрасиво смотрится. Ну, ладно. В следующий раз пойду пораньше возьму. На этом я, наверное, буду заканчивать это видео. Если оно вам понравилось, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok